Литва не может определиться Россия всемирное зло или все же нет Политика По советское пространство 10 апреля 7.58 Литва не может определиться Россия всемирное зло или все же нет Накануне президентских выборов кандидаты Рьяна обсуждают русский вопрос Сергей Орлов Комментариев просмотров 2861 На фото Президент Литвы Дали Грибаускайте Фото AP Photo Slash TASS Департамент госбезопасности Литвы не обнаружил признаков вмешательства России в литовские выборы О чем ранее и сообщил в отчете А впереди президентские 12 мая И в Европарламент 26 мая Тем не менее Кремль незримо участвует в них О России Об отношениях с нашей страной говорят все кандидаты в президенты Балтийской республики Причем мнения Как ни странно Не совпадают То есть уходящий с поста Дали Грибаускайте, которая правила в стране два срока подряд, не удалось добиться единомыслия Именно она, кажется, единственная в Евросоюзе, назвала Россию террористическим государством Глава МИД Литвы, бывший заводделом ЦК ЛКСМ Республики Лена Слинкевичус не устает твердить об аннексии Крыма и призывает НАТО поддержать Украину Военная агрессия в Восточной Украине Аннексия и милитаризация Крыма Окупация части территории Грузии Ограничение судоходства в Черном и Азовском морях Часть стратегии России по подрыву европейской архитектуры безопасности Мы должны уделить дополнительное внимание безопасности в Черном море и поддержать страны, испытывающие агрессию со стороны России, заявил он Читайте так же? Донбасс уже почти Россия Или нет? Чего не хватает республикам, чтобы стать субъектами эры? И вот как гром среди ясного патриотического неба призыв кандидата в президенты Литвы от социал-демократической партии, еврокомиссара Витениса Павелас и Андрюка Итиса На смену изоляции России и избыточной агрессивной риторики должно прийти нормальное поведение Следует ясно сказать, где мы не будем договариваться, и будем придерживаться своих требований, а где можем искать точки соприкосновения Сказал он во время презентации своей предвыборной программы в Национальной библиотеке им М. Мажведаса Политик отдал Даня антироссийскому тренду, заметив, несомненно, администрация В. Путина нарушила международное право в контексте событий на Майдане и аннексии Крыма Поэтому есть Минское соглашение, за это введены санкции в отношении российской администрации Но мы должны осознать, что не можем наказывать людей, поскольку большая часть людей такие же люди, как в Литве, в Белоруссии Андрюк Айтис обратил внимание на предстоящий визит в Москву президента Эстонии Керсти Калюлайт, которая попросила о встрече с Владимиром Путиным Вот президент внезапно решает отправиться в Москву, все затихли и начали думать, что делать, сказал еврокомиссар Сама Калюлайт заявила журналистам, основная цель моего визита это восстановление сотрудничества с Москвой на высшем политическом уровне Никаких других тайных мотивов нет Мы много говорили о России, но не говорили с самой Россией У нас не было визитов на высшем уровне в последние 10 лет В эфире эстонского телевидения она заявила, эстонские дипломаты и политики много говорят в мире о России, но на самом деле сложно понять, почему при этом не разговаривают с Россией Зная, что у нас довольно мало точек соприкосновения, само по себе важно провести эту встречу И вот Андрюк Пойти сделает неожиданный для литовского политикума вывод, ошибочно изолировать себя или использовать агрессивную риторику По его словам, поддерживая сторонников демократии и прав человека в России, мы также готовы к открытому и прямому политическому диалогу с властями этой страны Должно оставаться прагматичное экономическое сотрудничество и настрой поддерживать отношения между людьми, говорится в его программе Поддержал инициативу президента Эстонии и другой кандидат в президенты Литвы, премьер-министр Саулюс Скверня Лис, баллотирующийся от правящего союза крестьян и зеленых Я не сомневаюсь, что визит президента Эстонии связан с представлением интересов эстонского государства и народа Я даже не сомневаюсь, что при возникновении необходимости, я бы сделал то же самое, заявил литовский премьер И дал любопытную противоречивую оценку стремлению Калю Лайт встретиться с Путиным Я уважаю позицию этого государства и смелость говорить с очень агрессивным противником, который является также соседним государством Литовский премьер не раз выступал с критикой в адрес России Но в начале прошлого года он призвал восстановить отношения на политическом уровне Вести себя с РФ подобно Германии и Финляндии За что получил выволочку от Дали Грибаус Кайте, назвавший такую позицию безответственной Так что неудивительно, что кандидат в президенты Литвы от оппозиционных консерваторов Бывший министр финансов Ингрида Шиманити, которую, судя по оценкам политологов Скрытно поддерживает Дали Грибаус Кайте, высказывает иную, нежели премьер и эстонский президент Точку зрения Она заявила, что не видит, о чем можно говорить с Владимиром Путиным Можно пытаться говорить с Россией об Украине и Грузии Но мне кажется, что международная общественность это делает уже длительное время И не похоже, чтобы мы видели какие-либо изменения в поведении, сказала Шиманити Витиеватая позиция у лидера президентской гонки в Литве Экономиста Гейта Насана Уседы, который пошел на выборы самовыдвиженцем С одной стороны, он заявил, что, мол, нельзя относиться терпимо к тому, что произошло на Украине Имея в виду действия России Это грубое нарушение международных соглашений и по этой причине поведение западного общества Не только Литвы, было достаточно солидарным, говорит Наседа Но признает, есть отдельные государства, которые придерживаются несколько иной или более мягкой позиции И при этом призывает, не следует закрывать все окна для экономических и культурных связей То есть, по сути, идет борьба концепций, игнорировать Россию или вести прагматическое сотрудничество Для России этот вопрос десятистепенный Роль Литвы в нашей экономике мизерная Для Литвы же и Россия один из ключевых партнеров Несмотря на взаимные санкции и отсутствие политических контактов Наша страна по-прежнему является ведущим торговым партнером Литвы Читайте также Америку оставила Украину без транзита На восток Вашингтон встал на сторону Москвы в торговом споре ВТО Но русский вопрос, похоже, в Балтийской республике используют и в качестве специфического политтехнологического оружия Это не просто столкновение мнений В феврале о своем желании вступить в борьбу за президентское кресло Объявил депутат Сейма Мендагас Пудакас Политик не очень известный в Литве по сравнению с местными тяжеловесами Пудакас публично выступает за нормализацию отношений с Россией Назвал отсутствие отношений с РФ плохим стратегическим решением Но судя по опросам, шансов у него нет И вот какая коллизия Он был депутатом от правящего Союза Крестьян и Зеленых Поддержавшего на президентских выборах кандидатуру премьер-министра Сеолюса Сквернялиса Резонно предположить, что Пудакас может увезти какую-то часть электората от Сквернялиса Чтобы с гарантией не пропустить премьера во второй тур Глава Кабмина входит в тройку лидеров Которую возглавляет Науседа На втором месте, судя по опросам, пока шаманите Необходимо строить мосты, а не глухие барьеры Говорит Пудакас об отношениях с Россией Если другая страна отказывается идти по мосту дружбы То это будет ее выбор, а не Литвы Легко представить, что за него проголосует часть русскоязычных избирателей Которые могли бы отдать голоса Сквернялису И неудивительно, что правящая партия исключила политика из своих рядов Искренен ли он в своем порыве дружить с Россией И сам ли решил участвовать в выборах с такой позицией Новости Прибалтики Рига осталась без русского мэра постсоветское пространство Мэр Риги Ушаков заявил, что решение о его увольнении было принято в бане Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому